А то у меня заявили себе 10 делок тому, так это мое хобби так само. Костусь Клиновский, Сапега есть, Костюшка есть. Ну и азиатинство личу себе беларусам, я выучал историю Беларуси, докладная, я веду этих персонажей, я личу их своими кумирами и тому я их на память нанес на свое тело, когда они были разом со мной завсёдой. Так называемые работники ОМОНа в черном, когда они меня задержали, они уже были неприязненно настроены, когда увидели татуировку жиле Беларусь и Костуся Клиновского в частности, сразу объявили, что это наш клиент. Да, и получал я побольше, чем другие. Сейчас идем на остановку трамвая, тут рядом 100 метров от дома, от моего. Пойдем на турнички на Брусья, тут есть прекрасные турники с брусьями, отличные, вообще недалеко. Район это старый Пражский, буквально 10 минут я попадаю в Пражский град, 15 минут Карлов мост, все достопримечательности по ходу пути. В Ставской я хожу в костел по воскресенью, костел называется Святого Антонио. Там я уже изучил, с самого начала приезда, как я приехал в Прагу, сразу нашел этот костел, ну, как бы там ориентируюсь прекрасно. Ну а по всўднему житию я последние годы займался узмосленным спортом. Ну а по всўднему житию я по последние годы займался узмосленным спортом. Как бы так, спорт был разный, разный турник, штанга, бег, плавание, мультиспорт, мультиспорт. Я к этому поднимал свою физичную форму и свой настрой. Свой настрой, как бы, только, я скажу, только спорт мне помог же перенести эти травмы. Тому, как сбивали людей, как мне, ну, не, не, когда не эта моя подрактовка, и моральная, физичная. Я помер бы там, просто сбить себя, потому как брутально сбить все такое было. Это, ну, неизвычайно, неизвычайно. Только спорт. А я его стирал, и был металлистом с детства. Стирал его дедушку Ленину наждачкой, и мы ходили со звездами, только с белыми, с этими, с такими. А дедушку Ленина и красную краску мы сточили. Нас журили, да, кстати, в школе за это. Красный галстучек я не уважал, носил его в кармане. Да, ставили двойки по поведению. Как ты мог? Это же святой наш галстук. Он же с нашим знаменем света одного. Да, преследования были с детства. Саталитарная система. Ну, я не сдавался, да, никогда. Не сдавался, да. Да, я выхожу с 96-го года. И за эти, так сказать, десятилетия я увидел, как регресс нашей милиции. Как, действительно, с порядочных офицеров, с чувством достоинства, слово, которое были в 90-х еще, они превращаются в какую-то стаю беспринципных людей, которым вообще, ну, у меня нет слов даже, да, да. Слово офицера, когда стоило это очень дорогого раньше, сейчас это уже, ну, в Беларуси смеются, когда человек-набилиционер говорит слово офицера, ему уже не верят, они компрометировали себя. А последний 20-й год поставил все точки над «и». Я и раньше подозревал, и со многими спорил белорусами. Ну, вот эти августовские события всем наконец-то открыли глаза, кем является у нас милиция. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Я тут, в празе, очуваюсь вельма спокойно. Мой стан психологичный так само обновился. Я веду, что мне не будут врукать больше дверей каждый день, ни за что. И все вельми добро у меня не изог Lena's. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас переселяюсь в квартиру. Съемную, арендованную, иду, буду обживаться в Праге. Я соименую Татинек Мартина. Татинек Мартина соименую Евжен. Евжен. Это как-то связано с Евгением или нет? Я нашел братанец. С Виталикой я познакомилась так, что в 2020 году, когда мы пришли на белорусскую тусовку на природе, на костерчик, там были ребята, которые приехали на программу Медевак чешскую, и там я с ними и познакомилась. Я работаю в школе, я педагог, и я учила белорусов, которые приехали сюда, чешскому языку. Делала я это на добровольной основе, как волонтер. И надо сказать, что Виталий меня поразил сразу с его подходом к учебе, потому что у Виталия есть одна очень крутая черта. Он очень упертый студент, он очень много учится, он очень старался выучить чешский язык, часто мог что-то забыть, что у него из головы вылетело. Он повторял, он снова и снова пытался практиковать чешский, он не боялся говорить на чешском сразу. То есть языковой барьер, он вот как-то со своей психологией он преодолел очень быстро. То есть он не боялся делать ошибки, как очень многие люди. ПЕСНЯ 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 Ну сразу, когда мы переехали уже в квартиры, пришлось искать работу, но в оранжевых жилетках я проработал две недели. Я в первый же день понял, что это жесть, конечно, но решил себя испытать по-спортивному. Там надо было вообще без остановок все время мести. Даже сигаретку покурить можно было на ходу только. Да, да. Я еще и покриковал этот мастер, но он на меня слава богу не покриковал, он покриковал на остальных рабочих, которые исполняли, кстати, нормально свою работу. Ну и я, ну, взмутился, остановил его, чтобы он сказал, как смог, объяснил ему, чтобы он не кричал на людей. Ну и меня уволили, понятное дело. А почему бы я вылетал вот эти кулы? В этих клавиках? Да, да. А так же? Как это вылетает авто? Я не знаю, что человеку сделать. Ну, не знаю, я приеду, увидел его, а почему бы. Да, 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 да. Да, 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 да. Да, да, да. Потом я уже понял, что нечего в край кидаться, передохнул лето, как бы, и потом у меня была знакомая, она снималась в эпизодах, в массовке, это называется Компарс, в чешских и не только чешских фильмах. Она мне показала, как можно обратиться туда, ну и я быстро-быстро стал сниматься, в принципе. Ну и сейчас снимаюсь, я уже восемь месяцев снимаюсь. Бывают у меня даже эпироли, эпироли, это до 10-15 секунд даже больше я вхожу в кадр. Ну, если мы снимаемся в массовке, то, естественно, там есть проекты огромные, там несколько даже сот человек участвуют сразу в съемке. А есть небольшие, несколько человек, специфика разнообразная, но главное интересная. Интересная, в основном играл я и докторов, и солдат, да нет, за 8 месяцев я уже даже не перечислю, там, ну, всех, всех, кто в кино снимается, я всех переиграл. Полицейских бандитов, солдат, труп, все что угодно, да, да, ну, это интересно, это на самом деле интересно. И, естественно, ты общаешься с сотнями людей, и у тебя из них есть уже знакомых, с которыми здороваешься, тоже можешь поговорить и узнать новости, и тот же чешский подтянуть. Великолепный город. Я в приятном шоке до сих пор, хоть уже прошло уже больше года. Прекрасный. Очень мне нравится, и каждый день у меня прекрасное настроение, и было бы оно вообще замечательно, если бы не мысли о моей родине бедной. А Прага, это город, там, наверное, мне и надо было бы жить давно уже. Прага и Надгерна. Прага и Надгерна. Прага и Надгерна. Субтитры создавал DimaTorzok